Всем привет, друзья! Меня зовут Денчик, и сегодня у нас второй выпуск Царь Горы. Первый выпуск закончился тем, что Рома заработал для вас 1000 рублей. Свадьба Фифера Германа Эль Классик была. И сейчас внизу вы можете увидеть, кто же победил в этом самом рандоме на 1000 рублей. Ну и сегодня у нас второй гость. Поддержите, пожалуйста, прайк лайками, и мы начинаем. Один эксперт! Надежный букмекер! Один эксперт! Один эксперт! Букмекерская компания. Коль, привет! Привет, Ден! Я готов стать сегодня абсолютным чемпионом этой рубрики. Ты готов дойти до самой вершины и победить? Абсолютно так. Ты можешь сегодня заработать 1500 рублей для рандома для моих подписчиков? Ради вас я готов на многое. Но для этого тебе нужно будет пройти 5 испытаний, 5 ступеней боли. Объясни мне правила, пожалуйста. У нас будет 2 вопроса, 2 челленджа. Последний вопрос это что-то между челленджем и просто вопросом. Тебе нужно будет и сыграть в челлендж, и ответить на вопрос. А вопросы какие? По Фифе или вообще? И по Фифе, и по Фиферам, и футбольные вопросы. Ты готов? Нет, да. Дойдешь сегодня до финала? Да. Красава. Итак, первый вопрос связан с Фиферами. Ой, кто это? Ладно, плохо. Знаешь, может быть, такого Фифера... Сейчас 100% будет Макс, да? Нет, Кефир. Кефир? Кефир. Слышал, да. Вопрос связанный с Фифой 18. Ой, вот это прям моя любимая игра. То есть это было, на самом деле, совсем недавно. Первая икона, которую Кефир поймал в Фифа 18. Был. Вариант ответа А. Шевченко. Вариант ответа Б. Клюверт. Вариант ответа С. Овен. И вариант ответа Д. Шмейхель. Итак, поскольку я главный вообще фанат Фифы, никто столько роликов в этом году не сделал по ней, как я. Я, естественно, знаю, кто что ловил из ребят. Так. Это Овен. Ребята, Коля прибедняется, но он знает правильный ответ. И 250 рублей он уже заработал. Пора перейти... Серега, не благодари. Пора перейти ко второму челленджу. И сейчас в ролике появляется предыдущий участник, Рома Рой, он встанет на ворота, а Коля должен за пять ударов забить хотя бы один гол. Ну, слушай, это, я думаю, изи, если что, я подам себе, потому что, ребята, все для вас, все бабочки для вас, бабулечки, бабушки. Слышь, не поддаваться. Пять ударов у Коли на воротах Рома. Что ты думаешь? Слушай, я думаю, что поскольку на воротах Рома, то ребята могут остаться без денег за этот раунд. То есть ты думаешь, 250 рублей это максимум, что ты заработаешь? Я думаю, что вот конкретно в этом челлендже у меня прям большие проблемы, потому что Рома для меня это как для вот того, вот тот вратарь. Классно. Давай, Лидак. Ну, это было, это было легче, чем я ожидал, со второго удара. Ну что же, Коля зарабатывает 500 рублей, переходим ко второму вопросу. Но перед тем, как Коля будет отвечать на второй вопрос, музыкальная пауза. Второй вопрос связан с футболом. Обидно будет сейчас не ответить? Ну, у тебя есть, конечно, право еще на ошибку до сих пор, но я надеюсь, что ты ответишь. Какая из этих сборных ни разу не была чемпионом Европы по футболу? Европа сложно, ладно, окей. Сборная Дании, сборная Нидерландов, сборная Англии или сборная Греции? Ты знаешь правильный ответ или сейчас будешь гадать? Буду гадать, буду гадать. Не знаю. Ну, подумай логически, старайся. А я могу рассуждать? Да, конечно. Логически тут сложно достаточно. Что было точно? Я вот, дело в том, что вот про чемпионатом Европы вот прям сложно. Я думаю, что по-любому, наверное, англичане должны были быть. Дания, мне кажется, должна быть, потому что я точно не помню, но типа Дания не та сборная, которая прям, знаешь, топовая. И по идее, если она уже в этом списке есть, то если бы это она была, которая не выиграла, было бы слишком просто, мне кажется. Ну, такая, это вот единственная логика, которой я могу придерживаться. Поэтому я думаю, тут вот либо Голландия, либо Греция. Греция точно была Греция, потому что 2004 год, там, Роналду, вот это вот. Мы сборная России, единственная команда, которая обыграла тогда Грецию. Горди себя. Единственная команда, которая обыграла чемпионов Европы. Так, значит, выкидываем Грецию, выкидываем, наверное, Данию все-таки. Блин, сложно, вот прям сложно. Пусть это будет попытка Нидерланды. Это неправильный ответ. У тебя есть еще одна попытка. Дания, Греция или Англия? Если ты сейчас ответишь неправильно, то... То я прям... Это конец, это конец. Обидно, обидно. Тебе придется петь еще одну песню. У меня нет другой песни. Придется выучить. Написать. Не предупреждал он меня. Ну, я не знаю. Пусть это будет... Пусть это будет Англия. Неправильно? Нееет, я проигрываю. Я так хочу для вас выиграть все. Сборная, которая ни разу не становилась... Дания. ...чемпионом Европы. Это Англия! Это правильно, и мы продолжаем. У Коли больше нет права на ошибку, но он зарабатывает для вас 750 рублей. Они становились чемпионами мира, но ни разу чемпионом Европы не становились. Я никогда не был так счастлив, как сейчас. Итак, 750 рублей это уже минимальный рандом, который будет, который заработал Коля. И сейчас снова футбольный челлендж. Выходы 1 на 1 против Галки Шкура. От любви до ненависти один шаг. Если я отобью все удары, получается... Какой я козел. Слушай, ты не должен поддаваться. Должен играть, несмотря на то, что ты хочешь помочь зрителям, ты должен играть надежно. Ну ладно, попробуем. Потому что сейчас не твоя задача зарабатывать монеты. Ой, тьфу ты, деньги. Я буду стараться, я буду стараться отгивать, но все-таки это выходы 1 на 1, и здесь преимущества у атакующего игрока больше, чем у у раторя. Коля, выходи! Коля, у тебя 5 попыток обвести Рому. Я думаю, хотя бы один ты забьешь. Я тоже надеюсь, на самом деле. Но я говорю, Рома, вот всегда, когда на воротах, у меня сразу прям вот весь мой скилл уходит куда-то, потому что, блин... Постарайся. Я постараюсь. Нет, конечно, ради вас, ребят, хотя бы один должен забивать. Уникон, зомби, апокалипс. Хорош, было это очень хорошо. Ребята, тысяча уже заработано для вас. Специально для вас. Сейчас Коля просто максимально старался. И тысяча рублей, это уже минимум то, что будет. Но ты можешь сделать максимум. Ты сейчас дошел до вершины. И последний шаг остается, чтобы ее покорить. Итак, кто смотрел предыдущий выпуск, уже знает, что подразумевает с собой пятый раунд. Это гибрид челленджа и гибрид ответа на вопрос, гибрид викторины. У нас ворота разделены на четыре части. Каждая часть это вариант ответа. Вариант ответа А, вариант ответа П, вариант ответа С и вариант ответа Д. Я задаю Коле вопрос, и он должен мечом ответить на этот вопрос. Ну что, у меня сейчас есть шанс выиграть в этой рубрике, дойти до самого конца, победить. И на самом деле сразу хочется сказать то, что рубрика максимально интересная. Дэну просто респект за это. Поэтому влепите лайк, а я сейчас постараюсь делать все, что от меня зависит. Этого игрока не было в команде года. FIFA 15. Варианты ответа А, Давид Луис. Вариант ответа Б, Даня Ауэс. Вариант ответа С, Филипп Ламо. И вариант ответа Д, Ариен Робан. Тебе сейчас не нужно давать окончательный ответ. Тебе нужно ударить мечом поворот. Ребят, вопрос на самом деле очень интересный. Я точно помню, что там был Робин. Я точно помню, что там был Лам. Но я не могу сейчас никак вот вспомнить, то ли там все-таки был Луис, то ли Даня Ауэс. Даня Ауэс мне вообще кажется, как будто за последние 10 лет во всех командах года находился. Я целился в Ауэсе, сразу скажу. Мне кажется, Ауэса не было в FIFA 15. И я надеюсь, что это правильный ответ. Так хотя бы будет не так обидно. И как вы понимаете, ребята, к сожалению, Коля тоже не может покорить вершину. Не может покорить последний вопрос. Потому что он бьет мимо. Хотя целился ты правильно. Даня Ауэса действительно не было в FIFA 15. Точнее, вот эти карточки. И только тысячи рублей. Ну как только. Целых тысячи рублей зарабатывает Коля. Поздравляю. Спасибо. Коля старался ради вас. За это влепите лайк. Подпишитесь на его канал. Условия конкурса высветятся после видео. Ну а вам, ребята, спасибо большое за просмотр. Если вам понравилась рубрика, то влепите лайк. Подписывайтесь на канал. Ну и с вами был Денчик. Коля Лакер. Еще увидимся. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok